Мы начали с общих идей, с христианства, с евреев в искусстве, с мифологических тем, а закончим конкретными людьми из религиозной живописи, пейзаж, натюрморт и портрет. Сегодня будут портреты. Сама идея того, что можно написать портрет конкретного человека, она довольно новая для западного искусства, потому что в средние века могли оставить свою подпись, как мы видели, могли оставить общий знак этого человека, указание даже на донатора. Но портрет, чтобы лицо выражало какие-то черты, индивидуальные черты этого человека, какие-то внутренние процессы, которые в нем происходят, это что-то новое и не везде до сих пор принятое. То есть, например, в христианском искусстве это принято, в искусстве, связанном с саудаизмом, нет, в мусульманском искусстве тоже нет. Так что, в общем-то, это такое порождение эпохи Ренессанса, которое потом вошло, уже и стало для нас совершенно привычным делом, но не для всех оно так. Давайте просто посмотрим, кого изображали и как изображали, и какие, в общем, были для этого приемы. И самый первый портрет, который мы видим, это портрет работы Пизанелло, который мы видели с вами вчера, да? Вчера была у нас зала Пизанелло. То есть, это считается, что такое переходный момент от готики к Ренессансу. Самое интересное, что портрет у нас есть, но мы не знаем, кто на нем изображен. То есть, подписи не всегда были. Есть как бы указание на вот это вот, в этой дамы, у этой женщины. У нее веточка можжевельника на одежде. Поэтому ее обычно идентифицируют или с Джиневрой Десте, потому что веточка можжевельника Джинепро будет по-итальянски, или с Маргеритой Гонзако, потому что ее муж, Леонелло Десте, он использовал можжевельник как один из своих символов. Мы видим такую характерную вещь в этом портрете. Это портрет в профиль, не в фаз. И первые самые портреты итальянские, они действительно таким образом изображались. И мы уже говорили об этом, потому что вот божество только изображается в фаз, а человеку все-таки еще сначала такой чести не дано. Она изображается на каком-то вот таком фоне, идеализированном с бабочками, с цветами. В общем, все это красиво, лицо ничего не выражает. Такая, можно сказать, первая стадия портрета. Если мы посмотрим на слайд номер 001, у всех эта лекция открывается, это Пармеджанино, Антея, то мы увидим уже через сто с лишним лет портрет женщины. Что изменилось? Первое, что бросается в глаза, что она уже в фаз изображается, не в профиль. Дальше она в более свободной позе, она делает какой-то жест рукой, она смотрит прямо на зрителя, а то есть вступает с ним в контакт. Но при этом, что не изменилось, мы все так же не знаем, кто это. Что такое часто слышу с портретом Антея? Но кто это такая Антея? Дочь художника, любовница его, невеста его. Некоторые вообще говорят, что это какой-то гермафродит, которого Пармеджанино нарисовал. То есть настолько мы не понимаем, в связи с чем этот портрет создан, и он нам не оставил здесь никаких ключей, которые мы могли бы прочитать. Но это такие случаи, скажем так, нечастые. Чаще все-таки нам известно, по какому случаю портрет создан, в чем тут дело. Иногда мы можем догадаться по некоторым моментам. Вот, например, на слайде следующем, который номер два, это Франческо Делькоса, тоже нам художник уже известный. Помните, в Палаццо Скифанои он расписал некоторые астрологические знаки. Перед нами мужчина с кольцом. Хорошо, мы не знаем, кто этот мужчина, но зато он держит кольцо. Я так положил руку на парапет, перед ним кольцо. И поэтому мы делаем вывод, что это или ювелир, который показывает нам, так сказать, продукцию свою, или человек, который победил на турнире, потому что за это часто дарили кольца, или, наконец, самый возможный вариант – это портрет брачный в честь помолвки. Вот такие вот портреты, когда, значит, перед заключением брака или сразу после заключения брака, это очень часто поджанр портрета в эпоху, так сказать, перехода от квадро-чента к ченквичента. И на следующем слайде третий, Лотто. Это Лоренцо Лотто, картина, которая нынче хранится в Прадо. Портрет Марсилио Кассотти и Фаустины Ассоника. И этот портрет только что поженившихся людей, молодых. Что здесь необычно? Посмотрите, что делает этот Купидон. Понимаете, что он с ними делает? Не просто их соединяет, он возлагает на них ерму. Вот супружеское ермо, пожалуйста. Видите, оно изогнутое такое. То есть он их не просто соединил на всю жизнь, но как бы наложил некоторые обязанности. Причем эта картина, она немножко с необычной историей тоже. Ну, Купидон их соединяет, жених невесте кольцо собирается надеть на палец. Вот тот, Франчас Куделькоса, просто держит, а этот жених надевает. Здесь необычная история, потому что вот этот вот самый Марсилио Кассотти, он был очень молодым. И мы знаем, что портрет новобрачных заказал его отец. То есть ему был 21 год всего, а в то время все-таки так рано не женились мужчины. То есть какая-то, видимо, за этим стоит история непонятная, нам неизвестная. То есть почему-то он был вынужден жениться в таком юном возрасте. И может быть, Ермот, в общем-то, не случайно. Может быть, довольно тяжкая обязанность для него все-таки. Ну, понятно, если мы посмотрим на следующий слайд, естественно, изображали не только жен, не только мужей. Мы сейчас еще посмотрим такие брачные портреты, но пока поговорим еще о таких с непонятной историей. На следующем слайде знаменитая картина Леонардо да Винчи, Дженевра да Винчи. Опять же мы видим можжевельник, который за ней. Вот это вот Дженепро, который связан с ее именем и, соответственно, нам позволяет идентифицировать ее. Мы не понимаем, для кого был написан этот портрет. Вот в чем дело. Был ли он написан для ее нового мужа, Луиджа, за которого она только что вышла замуж, или для ее платонического возлюбленного, Бернардо Бембо. На оборотной стороне символы, не из герба, а из этой имбрезы Бернардо Бембо, лавр и пальма, и написаны виртутом формы декора. То есть добродетель украшает форму внешнюю, некая красота. Поэтому, скорее всего, для возлюбленного. То есть, получается, замужняя женщина сама она портрет заказать не могла. То есть мог заказать ее муж или ее любовник, такой, так сказать, реальный или платонический. Бембо был венецианским послом во Флоренции, соответственно, там он мог познакомиться с Дженеврой. Здесь, конечно, можно сказать про мастерство Леонардо да Винчи, как раз вот это вот сфумато там использованное сзади, где на переднем плане более теплые цвета и такой странный отсутствующий взгляд, который больше подходит, наверное, для изображения платонической, все-таки возлюбленной, чем верной жены. Как раз отсутствующий взгляд на верную жену, это самое главное. Нет, нет, нет. Ну, это может быть для нас, людей, так сказать, уже цинично, это не знаю, но не для тех. Ну, а где этот подсветок? По-моему, в Луаре, нет? Нет, нет, в Национальной галерее в Вашингтоне. Все вру, в Вашингтоне. Я так привыкну уже в Луаре все врублять. Все самое важное. Но давайте посмотрим на портреты, так сказать, уже мужей и жен, про которые мы точно можем сказать. Пятое и шестое изображение, так что-то у меня он самой не переходит, да, вот переходит. Их на самом деле как бы надо бы соединить, да, чтобы вместе смотреть, потому что они смотрят друг на друга, а между ними пейзаж. Это Арколи де Роберти, и это портрет Джованни Бентиволи и Дженевра Сфорца, его жены. Про Джованни Бентиволи вот Семен нам рассказывал в Болонге еще. Это вот Джованни Второй, который... Да, я думаю, что все, если напрягутся, то вспомнят, за себя не ручаясь. Который сын у Женины с сахарными замками, в которых сидит Джованни Кабар, ну что, ну, ты ж так вот вспомнил. Я не был. Вот по нему так не скажешь, что он рычал. Он, значит, как с таким тоже застывшим выражением лица изображен. Это диптик, да, то есть это картина из двух частей. Если их совместить, то между ними это видно, да, кусочки пейзажа. То есть между ними Болонья, собственно говоря, город, которым они владеют. И вот они смотрят друг на друга. В такого рода парных портретах обычно изображалась правая сторона лица мужа и левая сторона лица жены. Вот, то есть как бы по отношению к нам справа женщина, слева мужчина. И этот принцип, он соблюдается все время за одним исключением, которое мы тоже сегодня увидим. И понятно, почему такая символика. Она связана с тем, что правая сторона лучше, чем левая сторона. Поэтому, соответственно, женщина будет изображаться как бы слева. И здесь, кстати, в этом портрете тоже видно, если сравнить, как они нарисованы, то кожа лица у мужчины, как правило, будет темнее изображаться, чем у женщины. Она обычно более такая вот белокожая. Может быть, это было и не так, да? Но, как бы, существуют некоторые условности. Еще один диптих. Седьмое и восьмое изображения – это Четак Гацадиня. Вернее, как сказать, ну, так называется Четак Гацадиня, но это не потому, что их фамилия такая, а потому, что фамилия художника такая. Поэтому можно сказать, что это портрет работы Гацадиня, можно сказать, что это Четак. Гацадин здесь. Здесь как бы неизвестные нам люди из Баллони. И тут у них много разных, как сказать, символических всяких вещей. Вот, например, если посмотрим на мужчину, то мы увидим, что он держит в руке гвоздики, такие белые и красные, а это символ верности. И внизу можно увеличить это изображение, на самом деле. Если вы его увеличите, то увидите, что внизу у него есть маленькие фигурки, вот здесь вот пеликан, который кормит птенцов своей кровью, и феникс, который возрождается. В общем, какая-то аллюзия на веру, которая в браке есть. Где? В самом-самом левом нижнем углу. А жена его держит айу, тоже символ такой, такой символ брака в Италии. И у неё в правом нижнем углу, соответственно, тоже есть две сценки. Во-первых, там есть дева с единорогом, указание на её такую чистоту и девственность в браке, но ещё и кролики маленькие. Вот это указание на её плодовитость. Ну, то есть понятно, что от женщины требовалось. Требовалось хранить верность и плодиться, плодиться и размножаться. А это пеликан? Пеликан – это у мужчины слева внизу, но это как бы какие-то просто христианские ценности, которые, видимо, в браке тоже должны быть. Кстати, если увеличить ещё, то хорошо видно мастерство художника, потому что здесь вот каждый волосок прописан у неё, вот там вот где уши. И несмотря на то, что выражение лица остаётся всё такое же, вот только застывшее каменное, никуда не смотрящее, но мастерство в изображении, так сказать, прически, одеяния, оно всё увеличивается и увеличивается. Ну, девятый и последующие, как бы, фрагменты, десятый, одиннадцатый, а нет, одиннадцатый – это уже не то, в общем, там десятый с разными буквами. Как кончается? Ну, раньше, в общем, не было. А, наверное, она не полностью загрузилась. Замечательно. И что нам теперь делать? Ну, это замечательно, не замечательно. Не, ну, это как-то обидно. Давайте посмотрим. Ну, не будет ничего видно, я боюсь. Ну, давайте посмотрим. И что, кому-нибудь что-нибудь видно? Видно нам? Мне прекрасно. Вот, наконец. Мне наконец-то есть. Я взял свой правый глаз и сломал нос. Вот это видно, да, по линии его носа. И, соответственно, ну, как его изобразить, чтобы красиво было? Всё-таки приходится его с левой стороны изображать. Интереснее этот портрет чем? Тем, что на самом деле это портрет живого мужчины и мёртвой женщины. То есть она уже умерла к этому моменту, когда писался портрет. И он как бы в память о ней это создал. И если, ну, вот, как бы, с одной стороны они оба вдвоём, он на неё смотрит, она на него, но она уже мёртвая. Вот. С другой стороны они оба нарисованы в таких вот тримуфальных повозках. И она едет, окружённая верой, надеждой и любовью, а он едет, окружённая четырьмя, так сказать, кардинальными добродетелями. А у вас что-то есть? Нет. Ужасно обидно, конечно. Ну, бывают такие накладки. И у неё колесница, запряжённая единорогами. То есть, как бы, вот эта вот её чистота, она и в смерти тоже, собственно говоря, чистота. Дальше, вот эта вот композиция, когда они смотрят оба профиля друг на друга, она, естественно, начинает всё более и более свободно становиться. Это два портрета работы Рафаэля. Портрет Амилу Дони и Маддалена Струция. То есть, мы видим, что они сидят у них более свободных позов, хотя они повёрнуты по направлению друг к другу, но они уже не в профиль, а в полупрофиль, да, изображаются. То есть, как бы, в очень такой свободном общении. То есть, вот такая эволюция портрета от двух, значит, просто отдельных личностей, он и она главы семейства, а не оба, переходит всё-таки уже к изображению и детей.